всем привет этот ролик про кухонный остров и что можно в него встроить с вами я иван безруков и мария это руководитель студии redome эта компания которая занимается любой мебелью на заказ любая индивидуальная мебель в умелых руках марии и и подопечных станет для вас конечно прекрасным дополнением вашего интерьера так ладно рекламу закончили теперь поговорим по существу и так кухонный остров многие о нем мечтают но не все знают что можно в него встроить а что нельзя в него встраивать давай про это поговорим итак у нас есть кухонный остров мы привыкли что в него обычно встраивают раковину парочку варочную поверхность давай здесь остановимся поподробнее во-первых раковина здесь что за раковина в данной кухне стоит раковина подстального монтажа раковина шок немецкая одна из лучших то есть получается мы в столешнице вырезаем отверстие и снизу подклеиваем раковина только такие можно раковины использовать или другие тоже не конечно можно делать накладные раковины если это столешница пластика не камень например можно если искусственный камень столешница можно делать раковину из того же камня ритуал то есть вариантов возможно много грубо говоря любую раковину можно строить да конечно любого размера размер определяется величиной модуля который встроен под теоретически любого да если там модуль на 1000 то конечно варочная поверхность здесь электрическая а еще есть индукционные еще есть газовые скажи пожалуйста можем ли мы сюда индукционные газовые как раз индукция данном случае то есть совершенно спокойно мы встраиваем и никаких проблем да совершенно верно какие-то проблемы нет никаких проблем вот и славно а скажи пожалуйста а если у вас такая фишка я видел на выставке когда нету вот этой штуки сверху а прямо на столешницу проецируется такой кружочек причем мы можем его передвигать и куда мы его передвинули рукой он нагревается конечно возможно такое тоже установить это идеальный элемент уже техники то есть это такое ноу-хау которое вы тоже запросто можете здесь реализовать да конечно ноу-хау мы покажем отдельный ролик как это выглядит это конечно бомбическая штука стоит атомоходно но это просто сразит всех на повал правильно давай маш еще поговорим о том что же можно в остров встраивать мойка посудомойка варочная панель можно духовой шкаф также уместить остров например можно винный холодильник можно морозильную камеру розетку выдвижную можно поставить кстати про розетку у всех кстати сразу же наверное возникнет вопрос а как же я буду здесь технику использовать например какой-то блендер или что-то там еще ведь нету фартука в которой можно розетку встроить и нету сверху ничего куда можно тоже розетку встроить как быть вот эта розетка которую мы достаем по необходимости и подключаемся по необходимости формы розеток тоже разные бывают правда но мы же не обязательно в столешнице можем ее делать потому что кто-то что убирать не очень удобно мы же можем сбоку приделать и снизу мы можем выдвижном шкафчики сделать внутри тоже розетку то есть вариантов на самом деле много скажи мы можем измельчитель поставить можем а фильтры для воды тоже можем господи так мы все можем поставить в этот остров скажи что мы не можем туда сделать но мы не можем большой холодильник это уместить а только горизонтально да если мы его положим и сверху будем до доставать если маленький холодильник рядом маленький морозильник тоже еще можно все хорошо тогда давай поговорим что еще мы можем можем ли мы вытяжку туда сделать тоже возможно но это специальные какие-то это вытяжки тесла которые встроена уже варочную поверхность и получается и работают уже именно из столешницы а куда девается воздух из-за он выходит снизу то есть там стоит угольный фильтр и получается воздух проходит по такой дуге это выходит снизу очищен то есть он очищается и выходит уже свежим очищенным как с альпийских лугов почти освеженный ароматами необходимыми приобретаются по желанию буквально тряпочка промоченная шанель номер 5 и после каждой готовки вы чувствуете не ароматы рыбы а приятный легкий утонченный французский запах в общем про вытяжки вопрос актуальный потому что есть вытяжки которые подвешиваются прямо с потолка островные они есть прямо в виде люстр они есть круглые есть квадратные они есть которые встраиваются прямо в потолок правильно я понимаю это те вытяжки которые работают прямо воздуха канал но то есть от них уходит далее как могут быть как в канал вывод так и тоже на угольных фильтрах работать но мы сейчас говорим про то что можно встроить в остров и соответственно для того чтобы не было сверху вот этой халабудины мы встраиваем вытяжку прямо в остров и сама вытяжка встроена в варочную поверхность вот это на ухау друзья вот это да а я еще видел когда вытяжки поднимаются за варочной поверхности тоже возможно есть убор данная вытяжка тоже сварочной то тоже с угольным фильтром такая вытяжка или ее можно в канал как они уже все идут на угольных фильтрах данные вытяжки а как с хранением в этих островах конечно в этом случае если стоит в этом модуле и вытяжка то конечно ящики они уже там либо неглубокие идут ну либо это фальш посады но если мы говорим просто про хранение то в принципе остров достаточно вместительный и в нем можно хранить много всего выдвижные ящики открывающиеся ящики а может быть еще есть какие-то специальные приспособления о которых мы не знаем внутренние ящики различные корзины ведра там может быть подставочки знаешь бы выдвигаешь раз подставка есть да есть как такая некая подставка у фирмы блём есть ящики которые в цоколь это дополнительное хранение камамала хранение в острове храните деньги в сберегательной кассе также можно делать выдвижную доску для разделочную дополнительную из ящика в принципе вариантов очень много то есть остров очень удобная многофункциональная штуковина которой можно подходить со всех сторон хранение организовать со всех сторон остается только один вопрос а как все это должно заработать ведь должно быть электричество и должна быть вода как все это работает тут надо заранее при ремонте квартиры нужно продумать как у вас будет подводка воды для этого перед тем как скажем начать ремонт можно продумать же планировку нужно продумать расположение кухни где будет какой модуль идти и от этого уже будет понятно как будет подводиться вода как будет подводиться электрика то есть как бы на острове нам необходимо это вода коммуникации да собственно вот тут они выходят вот отсюда тут закрыта фальш панели черные но то есть вот это вот барная стойка не просто так здесь сделано она прикрывает короб который построен из мебели и внутри этого короба идет слив от этой раковины то есть мы можем включить воду а здесь все работает все бежит и вода утекает и утекает она по трубе которая идет вдоль острова внутри острова переходит вот в этот короб и внутри короба за шкафом уходит уже в трубу канализации все новосельцев ваше дело труба ты говоришь о том что нужно заранее предусмотреть планировку кухни на листе бумаги грубо говоря расчертить где будет мойка где будет варочная поверхность все оборудование прямо в натуральных размерах чтобы мы понимали куда подводить какие коммуникации на совершенно верно потому что это один из самых важных моментов а там просто многие же делают как сначала им сделают ремонт дядя вася с дядей петей как-то сделают розетки куда-то выведут воду а потом люди приходят в салон о а я хочу остров а сделайте мне а как же его сделать если уже вода то туда не подведена эта проблема так что друзья для того чтобы правильно удобно красиво все сделать вы должны заранее побеспокоиться о том где и как у вас все будет стоять для этого нарисуйте план расположите на нем мебель оборудование а потом уже на этом плане нарисуйте розетки и вода точки правильно я называю вода точки на сша наверно и также вам по идее если вы проектируете зрение менеджер салоне вам должен дать тех карту где у вас будет расположены выводы электрики выводы сантехники чтобы потому что есть нюансы своих техники например там если это не астерная кухня или там линейная или еще какие-то моменты чтобы за техникой не располагать розетки потому что она может не встать поэтому есть очень много нюансов и лучше довериться конечно персоналам в этом плане это очень важное замечание разводку для кухни должен готовить профессионал кухонщик и именно он должен с учетом мебели и оборудования обозначить те места где устанавливать розетки и вода точки чтобы потом ничего не переделывать и так резюмируем в кухонный остров можно встроить фактически все но только кроме большого огромного холодильника маленький можно винный шкаф можно духовку микроволновку кофеварку варочную поверхность газовую поверхность мойку большую мойку розетки можно встроить для этого вам нужно подвести коммуникации это электричество и воду правильно если у вас отдельно стоящий остров то электричество вы подводите под полом и у вас из пола торчит шлейф если у вас остров посередине вы хотите туда воду подвести это конечно сделать можно но нужно подумать а как же слив будет уходить ведь там должен быть уклон чтобы водичка самотеком убегала в канализацию если это не получается сделать то можно использовать насос специальный есть такие штуки и он кстати тоже встраивается в остров правда он немножко шумит но ничего страшного можно внутренности звукоизолировать и у вас все будет хорошо опять же если это в своем доме то никто не мешает провести коммуникации в подвале и у вас будет такая красота не писуемая правильная маша говорю понравилось видео ставьте лайк жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал а также переходите по ссылке там я оставлю контакты замечательной девушки маша и ее компании где вы сможете заказать мебель любого размера из каких угодно материалов с любой чудо техникой правильно все бежим делать ремонт а тот кто не знает как расположить мебель в интерьере я оставлю ссылочку там внизу в описании где вы сможете перейти и посмотреть видео уроки совершенно бесплатно ныряем вниз жмем на ссылочку и учимся делать планировки